С опозданием Верховная Рада Украины все же рассмотрит проект закона об особом статусе отдельных районов Донбасса. Утверждение этого документа обязательное условие минских договоренностей. Однако вопросов к нему остается много. Главные из них будут ли внесены поправки, с которыми не могут согласиться представители ДНР и ЛНР. Екатерина Миронова передает из Киева. Определить границы районов Донбасса, в которых установят особый порядок местного самоуправления, Киев, согласно минским договоренностям, должен был до 14 марта, уже 17-е. Сегодня Верховная Рада наконец-то рассмотрит президентский проект соответствующего постановления. Во всяком случае, долгожданный документ внесен в повестку дня. Инициатива, которую предлагает глава государства, повторяет решение СНБО. В проекте указано, что границы в Донбассе должны быть проведены в соответствии с линией соприкосновения на момент проведения сентябрьских минских договоренностей. Иными словами, населенные пункты, которые заняли ополченцы за последние полгода, под закон об особом статусе могут не попасть. Этот документ был принят Верховной Радой полгода назад, но так и не вступил в силу. Он предполагает расширение экономических и политических полномочий, гарантирует использование русского языка на территориях, которые не подконтрольны Киеву. Сегодня в этот закон в Раде могут внести правки. Это тоже президентская инициатива. Смысл изменений в том, что преференции отдельные районы Донбасса получат только после проведения выборов по украинской конституции и под контролем мирового сообщества. Еще один нашумевший вопрос в парламентской повестке дня, нужны ли миротворцы в Донбассе. Обращение в ООН и в Совет Европы с просьбой прислать голубые каски написал президент Порошенко. Официальным запрос станет после утверждения Верховной Радой. Впрочем, иностранные военные могут оказаться на Украине и без одобрения международных организаций. Сегодня депутаты Верховной Рады в числе прочего обсудят законопроект, который позволяет подразделениям из других государств принимать участие в многонациональных учениях на территории страны. Екатерина Миронова, Станислав Петров, Вести, Украина, Киев.